Сейчас уже будем молиться за нужды наших дорогих телезрителей. Хочу еще прочитать несколько свидетельств. Виктор говорит, что сдал экзамен по вождению, не мог сдать в течение двух лет. Спасибо за молитвы. Аллилуйя, это важное дело, да. Елена пишет из Кировска. У меня были дергающие боли в голове за ухом несколько дней. Боли прошли после молитвенного марафона. Слава Богу нашему целителю. Аллилуйя. Людмила пишет, что болело ухо у дочери, проснулась ночью, жалуется, все болит. Но потом боль ушла, и все, больше не приходило. Слава Богу, дорогие друзья, пишите ваши свидетельства. Мы будем их зачитывать здесь, потому что Писание говорит, что мы можем побеждать лукавого словом свидетельства. И это очень важно. И я прочитаю несколько молитвенных нужд, и мы помолимся прямо здесь в эфире. И также хочу сказать, если вы не услышали озвученной здесь вашу молитвенную просьбу, не переживайте. У нас много молитвенных центров и в России, на Украине, в Германии, в Израиле, в США. Люди молятся, люди ходатайствуют за вас, поэтому присылайте. Нелли пишет, просьба молиться, чтобы Господь исцелил и утешил мое сердце после смерти мужа. Наполнил миром и радостью за физическую крепость. То, о чем мы и говорили, да, про утраты. Людмила пишет из Беларуси. Прошу помолиться, чтобы я полностью доверила свою жизнь и свое здоровье Господу, чтобы во мне возросла и укрепилась вера. Также просят Дмитрий, чтобы с Украины, чтобы я исполнял свое призвание, побеждал себя. Тоже это, в принципе, в нашу тему. Связано отчасти с одиночеством, потому что, когда, мне кажется, ты чувствуешь себя востребованным в призвании, то переживать это одиночество и некогда, и не нужно. Ты понимаешь, что Господь тебя использует для своей славы, ты видишь плоды от жизни. Это тоже как один из инструментов победы над одиночеством. Наталья пишет, прошу молиться за устройство личной жизни у Вадима, за друзей христиан, поездку в реабилитационный центр, покаяние, чтобы было Божье устройство в жизни. Наталья, попрошу вас помолиться за подобные ситуации, конкретно, если люди пережили утрату, если люди что-то не клеятся в личной жизни, то, о чем вы здесь читали, или человек не понимает свое призвание, зачем, и вот в этом состоянии, может быть, застрял уже годами. Молитесь, пожалуйста. Господь всемогущий, мы приходим к тебе, и сейчас в молитве мы приносим всех людей, которые написали, которые поделились своими нуждами, своим состоянием. И, Господи, ты сердцеведец, и ты видишь, какие пустыни, какие, Господи, трудные времена мы проходим, каждый человек проходит. И мы просим тебя, ты утешай, ты проведи, ты покажи свой свет, ты просто возьми на руки, как любящий отец, и проведи там, где у человека сил не хватает. Мы молимся тебе, приносим тебе все нужды, мы приносим тебе, Господи, и переживания утраты близкого человека, мы приносим тебе и то, что не ладится в личной жизни, мы приносим тебе все сложности во взаимоотношениях. Ты, Господь, утешь, ты поддержи, ты проведи и покажи, Господи. За все тебя славен, во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Мы сейчас помолимся еще об исцелениях, о нуждах, которые к нам приходят. И вот буквально соседние сообщения. Галина из Узбекистана пишет. Хочу засвидетельствовать о чуде Божьем. По молитвам Господь исцелил и освободил от коронавируса. Достаточно быстро, на пятый день славен наш Господь. И следом Рашид из Узбекистана тоже. Прошу молиться за восстановление организма после коронавируса. И свидетельство, и нужда. Мы помолимся сейчас об этом. Еще просьба молиться за исцеление сердца сына Кости. Еще просят молиться за исцеление от приступа головных болей. Галина пишет. Повышенное давление, спазмы в сердце, избавление от всех немощей в организме. Джекаев Тамази пишет. Помолитесь за освобождение. Марина из Узбекистана. Сегодня Узбекистан особенно активен. Спасибо вам, дорогие. Пишет молиться за исцеление Дмитрия. Он в реанимации, чтобы откачали жидкость в легких и животе, чтобы Бог укрепил желание жить, мудрость для врачей и сострадание к нему. Владимир, я попрошу помолиться за исцеление, за всех людей, которые пишут свои молитвенные просьбы сейчас. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твою милость, за Твою благодать. И Ты сказал в Своем слове, чтобы мы молились за исцеление больных в Господе, чтобы мы призывали пресвитеров в церкви. Господь, мы молимся сейчас за всех тех, кто обращается на телеканал ТБН с молитвенными просьбами об исцелении. Мы молимся о том, чтобы Дух Святой коснулся сейчас, и сила Твоя сошла на Твоих детей, Божьих детей, Господь. И всех тех, кто, может быть, и просто услышал и обратился за исцелением. Господь, молимся, да будет это исцеление, пусть оно придет во имя Иисуса Христа, Господь. И также те, кто обращается и ко врачам, и молятся все равно о Господе. Мы благословляем руки врачей, те, кто будет проводить какие-то операции. Господь, благословляем те, кто и в реанимации находится, Господь, и те, кто дома просто молятся об исцелении. Для Тебя нет большой или маленькой болезни, Господь. Для Тебя Ты настолько вели, Господь, что Ты любую болезнь можешь убрать. И мы сейчас просто повелеваем всяким симптомам оставить, болящего. Провозглашаем исцеление и восстановление по Твоему слову, и по нашей молитве, и по вере их, то будет им во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Вы знаете, пока мы молились, пришло такое слово об исцелении спины. Вот если у вас болит сейчас спина, вот здесь также еще Наргиза написала, что просьба молиться за исцеление Анны от спинных, позвоночных болезней. И я хочу просто прямо сейчас призвать вас положить руку на это место, которое болит. И я верю, что Господь прямо сейчас исцеляет вас, восстанавливает спину. Все приходит в норму во имя Иисуса Христа. Мы посылаем это слово исцеление и провозглашаем, что ранами Иисуса вы исцелились. Он взял на себя все наши немощи и болезни. Его спина была истерзана этими плетьми. Его спина переживала сумасшедшую боль для того, чтобы вы не переживали. Он забрал это на себя. Поэтому прямо сейчас принимайте это и встаньте, сделайте какие-то движения, которые вы не могли делать до этого. Наклонитесь, повернитесь, попрыгайте. Я не знаю, где-то то, что было сковано прямо сейчас, да будет развязано во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. И мы будем ждать свидетельств о том, как Господь действует сейчас, как Он исцеляет спины наших телезрителей. Аллилуйя. Дорогие друзья, телеканал ТБН осуществляет свое вещание по всему лицу земли, достигая 186 стран мира. И каждый человек, кто слышит нас, получает ободрение, вдохновение, поддержку. Мы получаем тысячи и сотни тысяч ответов, откликов, свидетельств об измененных жизнях. У вас есть возможность стать партнером в этом глобальном служении. Переходите, пожалуйста, по ссылке ниже, и вы узнаете, как поддержать это служение буквально за несколько минут. Будьте частью этого большого движения благословения людей, расширения Царства Божьего. Субтитры создавал DimaTorzok